Зеленая новость наша, хорошая новость, которой хотелось бы дать зеленый свет и зеленую дорожку в какое-нибудь зеленое местечко вроде парка. Вот как раз вот в парке в городе Москве 20 сентября произошел очень симпатичный фестиваль. Я даже не знаю, как это назвать. Фестиваль, акция, праздник, может быть, даже. Праздник под названием «Остров 90-х», посвященный 90-м годам прошлого века в нашей стране России. В 90-е годы у нас в официальных средствах массовой информации принято исключительно хаять, то есть их прозвали «Лихие 90-е», хотя на самом деле мне слово «Лихие» нравится. Прозвали их «Лихие», прозвали их «Кровавые», прозвали их «Голодные». В общем, ужас-ужас, что творилось у нас в России в 90-е годы. На самом деле, это совсем не так. 90-е годы это было десятилетие свободы, можно сказать, даже десятилетие анархии, когда очень бурно развивалось предпринимательство, строительство, частная инициатива всевозможная. В области культуры 90-е годы, опять же, были в высшей степени интересными с точки зрения всевозможных экспериментов, с точки зрения всевозможных попыток вообще нащупать какие-то границы свободы. Больше такого в России нет. Нет такой свободы, нет такого разгула предпринимательства и предприимчивости. И, может быть, именно поэтому по 90-м годам имеется такая очень ощутимая ностальгия. Особенно у тех, кто после 90-х годов сильно потерял в поле для маневра. То есть у деятелей культуры, у деятелей средств массовой информации, которые свободы слова лишились. И все они собрались в парке-музеон в Москве на это самое зеленое островное мероприятие. Я на этом фестивале тоже выступал, участвовал в круглом столе, лекцию читал. И прошло там все очень здорово. Сопровождалось это все, кстати, совершенно беспрецедентным огромным флешмобом в социальных сетях, где тысячи и тысячи человек, включая многих знаменитостей, артистов, писателей, певцов и так далее, вывесили свои фотографии из 90-х годов. Интересно, скажу напоследок, было и то, каким образом официоз отреагировал на фестиваль «Остров 90-х». Отреагировал очень болезненно. Я сам видел, редко смотрю телевизор, но тут вот набрел на сюжет по каналу «Россия» или «Россия-24», где там просто этот самый безобидный фестивальчик, организованный интернет-порталом «Кольта.ру», кстати, маленьким, некоммерческим и так далее. Они говорили, кому это выгодно обелять 90-е годы? Кто это? Кто это вот решил представить ужасное, несчастное, кровавое 90-е в виде десятилетия огромных возможностей, десятилетия полной свободы? Злоба была просто такая неподдельная, что говорит лишний раз о том, что действительно многое из того плохого, что было в 90-е годы, как раз в наше время осталось. Вот то, что было хорошего, та же самая свобода, вот этого нет. А плохое то, что осталось, пожалуйста, была война в Чечне, стала война в Украине, были фальсификации на выборах 96-го года, стали фальсификацией на всех остальных выборах. Ну, а что касается докоррупции, так она с 90-х годов только расцвела и выросла. Это были разноцветные новости, напоследок прошлись по зелени немножко. Меня зовут Артемий Киевыч Троицкий, я вас всех люблю и уважаю, желаю всего самого лучшего. Пока!